здравствуйте мои подписчики и гости канала в этом видео рассмотрим устройство принцип действия настройку и технические характеристики сетовеечных машин мукомольного производства после сортирования в рассевах получают фракции крупнодумстовых продуктов однородные по размерам но в каждой из них содержатся в различных соотношениях частицы эндосперма оболочек и сростков эндосперма с оболочками имеющих различную объемную массу задачей процесса обогащения осуществляемого в сетовеечных машинах является сортирование крупнодумстовых продуктов по качеству для получения однородных по содержанию эндосперма фракций в сетовеечные машины поступают практически все крупнодумстовые фракции после рассевов дранных систем после обогащения фракции наиболее добротных частиц которые практически не содержат оболочек направляют в вальцовые станки разбольных систем для получения потоков муки с наименьшей зольностью крупки представляющие собой сростки эндосперма с оболочками поступают в вальцовые станки шлифовальных систем а фракции содержащие наибольшее количество оболочек возвращают в вальцовые станки последних драных систем или сходовых размольных систем от эффективности процесса обогащения промежуточных продуктов размола зерна существенно зависит выход и качество муки высоких сортов и манной крупы сетовеечные машины относятся к машинам вибропневматического принципа действия рабочий процесс сетовеечных машин это просеивание на колеблющихся плоских сетах в условиях восходящего воздушного потока при совместном воздействии потока воздуха и колебаний сит происходит расслоение или самосортирование разнородных компонентов смеси более тяжелые частицы состоящие в основном из эндосперма опускаются вниз к ситу и просеиваются более легкие частицы сростки эндосперма с оболочками располагаются в верхних слоях и сходят сито самые легкие частицы оболочек уносятся потоком воздуха чем выше содержание эндосперма в продуктах размола тем ниже их зольность и наоборот работу сетовеечные машины оценивают производительностью и эффективностью обогащения производительность в тоннах в час сетовеечные машины определяют по формуле которую вы сейчас видите на экране там же на экране вы видите расшифровку обозначений входящих формулу ширина сито сетовеечной машины составляет 50 сантиметров удельные нагрузки устанавливают для каждого вида обогащаемых продуктов например для крупных крупок 15-25 килограмм на сантиметр час для средних от 14 до 15 для мелких от 11 до 14 для жесткого тунста от 8 до 10 килограмм на сантиметр в час средняя нормативная удельная нагрузка на сетовеечные машины а 1 бс о составляет 640 килограмм на сантиметр в сутки техно логическую эффективность работы сетовеечные машины оценивают выходом обогащенных продуктов и перераспределением зольности сходовых и проходовых обогащенных фракций сравнительно с зольностью исходного продукта степень снижения зольности дельта z в процентах обогащенного продукта можно определить по формуле выход обогащенного продукта г об определяют по балансу и рассчитывают по формуле работа сетовеечные машины а 1 бс о считается эффективной если зольность верхнего схода в два три раза выше зольности исходного продукта а зольность нижнего схода в полтора два раза ниже зольности верхнего схода в результате обогащения степень снижения зольности дельта z проходовой обогащенной фракции составляет для крупной крупки от 40 до 50 процентов средний от 30 до 40 мелкой от 20 до 25 и дунстов от 10 до 15 процентов на эффективность процесса обогащения в сетовеечной машине влияют следующие факторы гранулометрический состав исходного продукта крупность и однородность удельная нагрузка скорость воздуха равномерность распределения продукта по ситу и стабильность слоя кинематические параметры и наклон сид правильность подбора нумерации сид влияние гранулометрического состава исходного продукта на эффективность обогащения характеризуются двумя показателями крупностью частиц и однородностью то есть выровненностью по размерам чем крупнее частицы тем выше эффективность обогащения за счет больших различий показателей объемной массы частиц эндосперма сростков и оболочек чем мельче частицы тем труднее их разделить в виброкипящем слое однако удаление даже небольшого количества оболочек и высокозольных сростков повышает качество муки однородность выровненность частиц по размерам повышают эффективность обогащения если в смеси содержатся одновременно частицы различных размеров с соответственно разными скоростями витания то воздушный поток может вместе с крупными оболочками унести мелкие частицы эндосперма при снижении скорости воздуха частицы оболочек пройдут через сито вместе с частицами эндосперма важным фактором процесса сортирования в ситовеечной машине является скорость восходящего потока воздуха которая рассчитывается по формуле которую вы видите на экране для ситовеечной машины а1 бс о при максимальном расходе воздуха к воздуха равным 1,17 кубометров в секунду и площади сид в свету с 1,48 квадратных метров максимальная скорость воздуха в воздуха будет 0,78 метра в секунду таким образом она не превышает скорости витания крупных крупок практически чистый эндосперм которая равна от 2 до 2,2 метра в секунду а скорость витания частиц оболочек составляет 0,4 десятых 0,8 метра в секунду для каждой обогащаемой фракции с учетом крупности и зольности устанавливают соответствующий воздушный режим отклонение от которого приводит к снижению эффективности равномерность распределения продукта по ситу и стабильность слоя обеспечивают наряду с другими факторами оптимальные условия самосортирования компонентов смеси при оголении отдельных участков сита воздух беспрепятственно уходит через них снижается эффективность самосортирования и соответственно обогащение на результаты сортирования в ситовеечных машинах существенно влияют кинематические параметры ситового корпуса и угол направления колебаний. Частота колебаний ситового корпуса машины А1БСО изменяется в пределах от 480 до 525 колебаний в минуту, а амплитуда от 4,5 до 6,5 мм. Оптимальные сочетания кинематических параметров не одинаковы для различных по качеству и крупности смесей. С уменьшением угла наклона сит замедляется скорость движения частиц, снижается производительность, но возрастает качество просеивающихся частиц. Обычно угол наклона сит составляет от 1 до 1,5 градусов к горизонтали. В ситовеечных машинах предусмотрена возможность изменения угла направления колебаний в пределах от 5 до 15 градусов к горизонтали. При прочих равных условиях увеличение этого угла повышает скорость транспортирования продукта по ситу. А сейчас рассмотрим конкретно устройство, принцип действия, настройку и технические характеристики ситовеечной машины А1БСО, которая предназначена для обогащения продуктов размола зерна. Она состоит из следующих основных узлов. Ситового кузова, приемного и выпускных устройств, аспирационной камеры, привода с колебателем и станины. Ситовой корпус состоит из двух параллельно работающих кузовов 11, жестко соединенных между собой кронштейнами с обеих торцевых сторон. Каждый кузов собран из листов алюминиевого сплава, соединенных между собой болтами. Сдвоенный ситовой корпус подвешен к станине на трех подвесках, со стороны приема на двух, позиция 3, а с противоположной стороны на одной, позиция 12, с пружиной, установленной посередине корпуса. Направление колебаний ситового корпуса регулируют изменением угла наклона подвесок к вертикали. В каждом ситовом кузове размещены один над другим три ситовых яруса 6, установленные с различным углом наклона к горизонтали в пределах от 1 до полутора градусов. В каждом ярусе установлены четыре ситовые рамки. Сита на сходовом конце фиксируются зажимом 13. Поворотом подпружиненной ручки зажима на 90 градусов до горизонтального положения ситовые рамки освобождаются от фиксации и их можно вынуть из корпуса. При вертикальном положении ручек рамки зажаты. Направляющие для ситовых рамок из алюминиевого профиля прикреплены к стенкам корпуса. Все три яруса сит имеют различные углы наклона к горизонтали, уменьшающиеся от приема к выходу для стабилизации слоя продукта. Ситовая рамка основной рабочий орган машины сварной конструкции изготовлена из алюминиевого профиля. По контуру сита уложены и приклеены прутки, которые со всех сторон вставляют в натяжные зацепы 9. Натягивают и крепят сита 4 с сторон зацепами, выступы которых входят в зацепление зубцами профиля ситовых рамок. Если натяжение сит недостаточно, его можно увеличить, переставляя выступы зацепов на ниже расположенные зубцы рамки, одновременно с продольной и поперечной сторон. Смежные рамки соединены с помощью петель 11 и крючков 12. Сита очищаются инерционными щетками 3. В каждой ситовой рамке установлена одна щетка с двумя рядами пучков, волос которых направлен в противоположные стороны. В рабочем положении щетка одним рядом пучков упирается в сито. И под действием сил инерции при колебаниях ситового корпуса может перемещаться только в сторону пучков, которые не касаются сита. Перемещению в обратную сторону препятствуют противоположно направленные пучки волоса, которые в данном цикле движения щетки очищают сито. Ползуны щетки скользят по направляющим 5, установленным в рамках. При соприкосновении с упором 1 щетка переключается, опрокидывается и начинает перемещаться в противоположном направлении до упора 6. Приемное устройство установлено в каждом кузове. Продукт через патрубок 7 поступает в приемную коробку 6, где с помощью шарнирно установленных клапанов 10 равномерно распределяется по всей ширине сита верхнего яруса. Питающая щель между днищем 9 коробки и кромкой клапана регулируется винтом 2. К передней стороне клапана привинченная вертикальная планка, которая имеет два паза для стабилизации величины питающей щели по всей ее длине. С обеих торцевых сторон клапана крепятся две планки для регулирования зазора между боковыми стенками приемной коробки и клапаном. При необходимости клапан можно выдвинуть из машины вместе с корпусом приемной коробки через дверцу 3 с помощью ручки 5. Для удобства обслуживания каждой приемной коробки на станине машины имеются съемные дверцы 4 из органического стекла. Световеечная машина оборудована двумя выпускными устройствами. Корпусом сборником 20 для проходовых фракций и камеры 14 для сходовых. Корпус сборник для проходовых фракций установлен непосредственно под сетовым корпусом и состоит из двух жестко соединенных между собой корпусов из алюминиевого листа и профиля. В нижней части каждого корпуса установлены два лотка, наклоненных в противоположные стороны для возможности вывода двух проходовых фракций через выпускные патрубки. Над лотками по всей их длине установлены шарнирные перекидные клапаны. Их поворот вокруг оси до упора позволяет направить проходовую фракцию любого участка сита в тот или другой лоток. Сборник совершает возвратно-поступательное движение в противофазе с сетовым корпусом. При этом стальные полозья в нижней части сборника скользят по поверхности брусков 17, закрепленных на станине. В нижней части каждой половины ситового корпуса установлена распределительная коробка для вывода сходовых фракций и направление их в камеру сходов, которая расположена в торцевой части машины и разделена на три канала для вывода сходов каждого яруса сит. Для возможности объединения сходов в камере установлены два клапана. Аспирационные камеры над каждым ситовым кузовом подсоединены к аспирационной сети с помощью диффузоров 8. В обоих диффузорах установлены дроссельные клапаны для регулирования расхода воздуха в камере. Аспирационные камеры по длине разделены вертикальными перегородками на 16 одинаковых секций 7. Каждая секция имеет свой регулятор воздушного режима. Регулятор представляет собой две наложенные друг на друга горизонтальные решетки 1 с продолговатыми отверстиями. Верхняя решетка неподвижна, а нижняя с помощью регулирующего винта 2 перемещается относительно верхней, открывая или закрывая отверстие. При совпадении отверстий обоих решеток живое сечение становится наибольшим. И соответственно увеличивается расход воздуха над данным участком сита. На поверхности регулирующего винта нанесена риска, вертикальное положение которой соответствует максимальному расходу воздуха. Винт поворачивается специальным ключом в виде плоской круглой пластины. Винт каждой нижней решетки имеет пружину сжатия. Если потянуть головку винта и резко отпустить ее, происходит очистка соответствующей решетки, отосевшей на ней мучной пыли. Для аспирации зоны приема и выпуска сходовых фракций на торцевых стенках станины укреплены четыре регулируемых клапана, которые устраняют также залегание мучной пыли на решетках аспирационных камер. Для визуального контроля и регулирования процесса обогащения, происходящего на верхнем ярусе сид, боковые стенки и съемные фортки выполнены из органического стекла. В отсеке между аспирационными камерами установлен светильник. Сверху аспирационные камеры и отсек между ними закрыты съемными стальными крышками. Привод сетового корпуса из сборника возвратно-поступательное движение осуществляется от эксцентрикового колебателя, который установлен на переднем кронштейне сетового корпуса и соединен шатуном со сборником. Вращение валу колебателя передается от электродвигателя 1 через плоскоременную передачу шкиву 2 с грузами дебалансами. Электродвигатель шарнирно закреплен на переднем кронштейне станины. Натяжение плоского ремня производится поворотом плиты с электродвигателем вокруг оси кронштейна. Колебатель выполнен в виде вала 11 с эксцентриком 4 смонтированным в подшипнике 5. Вал вращается в двух подшипниковых опорах 3 и 6. На обоих концах вала установлены на шпонках шкивы 1 и 7 с грузами дебалансами 2 и 8. Шкив 7 приводной. Корпус подшипникового узла эксцентрика связан с шатуном 12 так, что его ось совпадает с осью эксцентрика. Корпуса подшипниковых узлов 3 и 6 болтами прикреплены к кронштейну сетового корпуса. Станина сито-веечной машины цельнометаллическая сварной конструкция из гнутого профиля, обеспечивает достаточную прочность крепления основных узлов и придает машине обтекаемую форму. В зависимости от места в технологической схеме сито-веечные машины А1БСО имеют 10 форм исполнения, которые различаются между собой нумерацией сит и количеством выводимых проходовых фракций. Технологический процесс обогащения осуществляется следующим образом. Исходный продукт 1 поступает в приемное устройство каждого сетового кузова и равномерно распределяется по ширине сетовых рам верхнего яруса. Воздух 2 засасывается из-под сетового пространства, пронизывает все три яруса сит, аэрирует продукт и поступает в аспирационную сеть. Совместное воздействие колебаний сит и восходящего потока воздуха обеспечивает самосортирование разнородных компонентов смеси и последовательное просеивание наиболее плотных частиц эндосперма через сетовые рамки верхнего, среднего и нижнего ярусов. То есть проход выше лежащей рамки просеивается на соответствующую ниже лежащую. Проходовые фракции поступают в корпус сборник, а сходовые в камеру сходов, где формируются в соответствии с технологической схемой и выводятся из машины. Характерная особенность ведения сетовеечного процесса заключается в получении трех сходов с каждой сетовеечной системы. Причем верхний сход самой высокой зольности, а нижний самой низкой. В результате обогащения крупнодумстовых продуктов в сетовеечных машинах можно максимально получить с каждого сетового кузова по три сходовые фракции 4 и четыре проходовые фракции 3. При настройке машины на холостом ходу необходимо проверить. Соответствие амплитуды и частоты колебаний паспортным данным. Амплитуду колебаний регулируют в пределах от 5 до 6 миллиметров изменением массы дополнительных грузов. Частоту колебаний изменяют при замене шкива на электродвигателе. Свободное перемещение без остановок инерционных щеток по направляющим и изменение направления их движения на концах сетовых рамок. Правильность установки и зажима сетовых рамок. Качество и равномерность натяжки сит во всех рамках. Наличие качества смазки в подшипниковых узлах. Температура нагрева подшипников не более 60 градусов Цельсия. Симметричность установки плоского ремня относительно шкива и отсутствия его пробуксовки. Затяжку болтовых соединений. Крепление колебателя кронштейну сетового корпуса. Крепление подвесок и пружины задней подвески. Зажим сетовых ярусов. При работе сетовеечной машины под нагрузкой для достижения оптимальной производительности и требуемой эффективности необходимо обеспечить равномерную подачу продукта на машину. Подобрать номера СИД, соответствующие технологической схеме. Отрегулировать воздушный режим в соответствии с качеством обогащаемого продукта так, чтобы он перемещался по сету слегка кипящим равномерным слоем без местного фонтанирования. Угол направления колебаний сетового корпуса регулируют изменением угла установки передних и задней подвесок в пределах от 5 до 15 градусов к вертикали. С этой целью ослабляют гайки 4, а оси 3 перемещают в пазах 1, кронштейнов 2. После установки угол наклона подвесок должен быть одинаковым. Пружину 5 сжатия на задней подвеске устанавливают на заводе так, чтобы сетовой корпус не изменял своего положения относительно станины при регулировании угла направления колебаний. Поэтому пружину регулировать нельзя. При изменении угла направления колебаний изменяется скорость потока продукта, количество сходовой фракции и соответственно эффективность обогащения. Если в сходах идет много высококачественного продукта, причины могут быть следующие. Неправильный подбор сит. Велик угол наклона подвесок к вертикали. Неисправность в работе щеток. Попадание нерассортированной смеси в проход может быть при порыве сит или при наличии зазора между ситовыми рамками или между рамками и направляющими. В этом случае необходимо заменить сита или устранить выявленные зазоры. Если проход и сход содержат много мучнистых частиц, необходимо отрегулировать воздушный режим. При неравномерной толщине слоя продукта на сите необходимо проверить правильность установки клапанов питателя, наличие перекоса подвесок ситового корпуса, натяжение сит или тонкую регулировку воздушного режима соответствующих секций. Отличительной особенностью ситовеечной машины является одноступенчатая, последовательная, трехъярусная схема обогащения крупнодунстовых продуктов, которая обеспечивает высококачественную, эффективность процесса при больших удельных нагрузках. В результате эффективного обогащения ни одна фракция не возвращается после ситовеечной машины на повторное обогащение. Это сокращает протяженность ситовеечного процесса, значительно снижает оборот продукта и его подсушивание. Возможность регулирования направления колебаний ситового корпуса наряду с кинематическими параметрами является действенным фактором повышения эффективности и производительности машины. Конструкция инерционных очистителей способствует восстановлению живого сечения сит. Они надежны в работе. Техническая характеристика ситовеечной машины А1БСО представлена в таблице на слайде. Мы в этом видео рассмотрели теоретические основы работы ситовеечных машин, а также устройства, принцип действия, настройку и технические характеристики ситовеечной машины для обогащения промежуточных продуктов размола зерна. Ситовеечной машины А1БСО. Спасибо вам за внимание. На канале еще много других видео, посвященных оборудованию пищевого производства, а также видео, посвященных машиноаппаратурным схемам линий производства пищевых продуктов. Вы можете ознакомиться с этими видео, перейдя по ссылке в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.